ВАВИЛОН К слову, личное присутствие на матче директора ЭКОКОМ добавило перца в и без того острый бульон отчетного противостояния. Коротко о составах. У ЭКОКОМ отсутствовали Залим Тохов, Эльдар Базиев, Ислам Макушев и Алим Шабатуков. Но зато дебютировал только что дозаявленный Залим Камботов. В заявке Вавилона заметнее всего отсутствие обоих голкиперов Малаева и Хапова. Защищать последний рубеж в сложившейся ситуации взял на себя смелость капитан команды Азамат Базиев. И забегая вперед, отмечу, что со своими обязанностями он справился как истинный вратарь. Игра началась с разведки, которая длилась в течение пяти минут. А затем Артур Смирнов забрал мяч у замешкавшегося Алима Глашева и не теряя времени пробил с носка. Алим Бакуев только и успел что проводить взглядом мяч в сетку. 1-0. Артур еще по ходу прошлого чемпионата защищал цвета предшественника ЭКОКОМа Знамя Эльбрус. Эльдар Глашев контролирует мяч, но подталкиваемый в спину упускает его за боковую. Пока игроки чернозеленых задавались вопросом о справедливости решения главного арбитра Заура Базиева не назначать штрафной, все тот же Смирнов выполнил передачу на Нагерова и Расул удваивает преимущество Зеленых. Между первым и вторым голом Вавилона не прошло и минуты. Чувствуя острую необходимость отвечать обидчикам, Жентимир уначив дальним ударом проверяет бдительного голкипера. Базиев надежен. Девятая минута. Жентимир Саблиров перехватывает передачу Баккуева и молниеносно бьет. Среагировать не успел не только вратарь, но и оператор. 3-0. Вряд ли кто, кроме поклонников Вавилона, мог ожидать такого бурного начала. И чтобы переварить порцию горьких пилюль, Экаком берет тайм-аут. Возобновившись, игра пошла на встречных курсах. Амнистированный Хуболов находит возможность пробить, но мимо. Следом Аслан Князев, рассчитывая поддержать почин партнеров, бьет, но в створ не попадает. И вот Пчелам удается по-настоящему классная атака, завершать которую выпала Алиму Глашеву. Но Змея неточности укусила и его. Игроки Вавилона при любой возможности стараются бить поворотом соперника. И вот после выстрела Умара Медаева, настоящее спасение совершает Бакуев. А Зеленые зарабатывают угловой. Уначев перехватывает мяч и отправляет в прорыв Эльдара Глашева, но с его ударом справляется Базиев. Атака между тем продолжилась и уже Алим Глашев практически в упор со второй попытки заносит таки мяч в ворота. Азамат до последнего старался предотвратить гол. 1-3 на 16-й минуте. Эко понемногу начинает чувствовать вкус комбинационной игры. Алиев, Хуболов, Уначев и Базиев в кошачьем броске парируют удар Жантимира. Вновь Уначев. В попытке обыграть Медаева теряет мяч и вынужден идти на фол, чтобы предотвратить опасный выход. Взамен соперник получает не менее опасный штрафной. Саблиров своим ударом чуть не сломал штангу, но гола нет. Хуболов, Алиев, Комботов уначев и вновь Жантимиру не хватает самой малости. Моменты в игре валятся на зрителей, как из рога изобилия. Атаки одних моментально сменяются выпадами других. Хуболов хлестко бьет из центрального круга, но Базиев все контролирует. В таком калейдоскопе моментов и прошла концовка тайма. Забитых мячей поклонники зального футбола до перерыва больше не увидели. И Вавилон отправился отдыхать в статусе победителя. Вторую половину активнее начали игроки в черно-зеленой форме. Что, собственно, логично. С ударом Эльдара Глашева спокойно справился вратарь. А через несколько секунд восьмерка Эко вновь на ударной позиции, но на этот раз вмешательство Базиева не потребовалось. Мимо. Пчелы уверенно завладели преимуществом. Передача Шартанова с корректировкой Уначева и Эльдар имеет возможность реализовать буллит. Секунда промедления и момент упущен. Но продолжается атака. Уначев, Алим Глашев, Эльдар, пас на Жентимира и мяч от ноги Вавилонца Жангуразова залетает в угол ворот. 24-я минута. 2-3. Жантимир Саблиров виртуозно уходит от двух игроков Эко, продвигается вперед и бьет. Промах. Сразу же Бакуев закидывает мяч на Хуболова, но удар головой хоть и выглядит эффектно, но эффекта от него ноль. Середина второй 20-ти минутки. Хуболов заброс на Глашева, но Базиев на выходе играет уверенно. Тут же разыгран аут и Аслан Хуболов сравнивает счет встречи. 3-3. При этом игроки Вавилона активно апеллируют к орбитру, считая, что была нарушена процедура розыгрыша аута. Упустив преимущество в три мяча, зеленые, полные решимости, ринулись на поиски утраченного. Если бы не героизм Бакуева, им бы это удалось. Позиция у Нагерова была просто убойная. Как известно, капитан должен подавать пример. И видя, как партнеры не реализуют раз за разом моменты, Азамат Базиев продемонстрировал, как ставить мат обороне соперника в два хода. Великолепный гол. И классная игра в исполнении Азамата. 4-3. Не прошло и двух минут, а Вавилон вновь лидирует в счете. Но развить свой успех Вавилону было бы очень сложно, потому как Эко включил конвейер по созданию моментов. Правда, где в этом механизме кнопка, отвечающая за реализацию, черно-зеленым никто не показал. Так, например, Арсен Алиев, имея прекрасную возможность отличиться, отличается попаданием в штангу. Азамат Базиев, Шартанов, Уначев, Хуболов и великолепен Базиев. В игре такого накала было понятно, что в концовке на первый план выйдет дисциплина. Зеленые действовали более эмоционально, что в том числе приводило к большему количеству фолов. И вот арбитр назначает опасный штрафной за нарушение на Эльдаре Глашина. И Экаком берет минуту на подготовку к розыгрышу. Вавилон использует это время, чтобы перевести дух. А вот и стандарт. Шартанов аккуратно скатывает мяч на неприкрытого Уначева. И Жентимир переигрывает голкипера точным ударом. 4-4, играть 3 минуты, а у соперника уже набрано 5 фолов. Шартанов, Иглашев в попытке заработать 10-метровый, падает. Но Заур Базиев оценивает этот эпизод на желтую засимуляцию. И все же сыграть остаток времени, не нарушая правил, Вавилону не удалось. Саблиров цепляет Алима Глашева. В футзале забить 10-метровый – это не то же самое, что забить пенальти. Но, к счастью для Экоком, у них в составе есть настоящий киллер. Алим Бакуев по реализации дабл-пенальти, возможно, является одним из лучших в лиге. 5-4. У команд остается одна минута чистого времени. Уначев в выгодной позиции, но тут как тут Базиев. Мяч подхватывает Шартанов и с большим желанием падает. Арбитр усмотрел в этом моменте состав преступления. К мячу вновь подходит Бакуев и еще раз подтверждает высказанный ранее тезис. 6-4. Экоком не просто берет верх в дерби. Пчелы одерживают волевую победу, продемонстрировав настоящий характер. Впрочем, уже через 4 дня соперникам вновь предстоит выяснять отношения. Так что есть хорошая возможность взять реванш для одних и подтвердить свое превосходство для других. Что можно сказать точно, так это то, что нас ждет еще одно дерби. Держи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»